Стивен Кинг. Всё предельно. Сборник. Посвящается Шейн Леонард. Сборник. 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 От Туза до Короля — 13, плюс Джокер — 14. Перемешал карты и разложил. Как они выпали, в таком порядке я и расставил рассказы, отталкиваясь от списка, который прислал издатель. В итоге получился на удивление удачный баланс между литературными рассказами и ужастиками. Прибавил также несколько строк комментариев до или после каждого рассказа, в зависимости от того, где они уместнее. Итак, сборник рассказов, место которых определено картами. Предисловие. Работа в утерянном, почти, жанре. Я уже многократно писал о радости, получаемой от самого процесса писательства, и не вижу смысла повторяться. Но должен сделать одно признание. Я также получаю дилетантское удовольствие, вмешиваясь в деловые вопросы, связанные с моим творчеством. Нравится мне придумывать что-нибудь новенькое и использовать какой-нибудь нестандартный ход. Я пытался писать визуальные романы, буря столетия, красные розы, сериальные романы, зеленая миля, сериальные романы в интернете, растения. Речь идет не о том, чтобы заработать больше денег и даже не о создании новых рынков. Это попытка взглянуть на творчество, писательство под иным углом и таким образом внести свежую струю в процесс создания артефактов, в моем случае, литературных произведений, а если говорить конкретно об этом сборнике, рассказов, дабы они доставляли читателям как можно больше удовольствия. Сперва я хотел добавить, меня сам процесс радовал новизной, но потом вычеркнул эти слова, чтобы не кривить душой. Скажите, дамы и господа, кому я этим могу запудрить мозги, кроме как себе? Я продал свой первый рассказ в 21 год, когда учился в колледже. Сейчас мне 54, и очень, очень много слов прошло через компьютер весом в 2,2 фунта, на котором я ношу бейсболку Red Sox. В написании рассказов нового для меня давно уже ничего нет, но это не означает, что сам процесс потерял привлекательность. Однако, если бы я не находил способов сохранять это занятие захватывающим и интересным, оно наверняка бы мне надоело. Я не хочу, чтобы такое произошло, потому что не считаю возможным обманывать тех, кто читает мои произведения. А это вы, дорогой постоянный читатель. И не намерен обманывать себя. Мы, в конце концов, пара. У нас свидание, мы должны развлекаться, танцевать. Наслаждаться временем, проведённым вместе. Пожалуйста, помните об этом. А пока другая история. Нам с женой принадлежат две радиостанции, смекаете? WZON-AM. Она специализируется на спорте. И WKIT-FM. Её конёк — классический рок. Как мы говорим, рок-бангера. Радио далеко не самый прибыльный бизнес, особенно в Бангере, где слишком много радиостанций и недостаток слушателей. Мы крутили современную кантри, классическую кантри, ретро, классическое ретро, Раша Лимбау, Пола Харви, Кейзи Казама. Радиостанции Стива и Тебби Кинг многие годы приносили одни убытки. Не слишком большие, но достаточные, чтобы нервировать меня. Мне нравится ходить в победителях. И хотя мы выигрывали в рейтингах компании Arbitron, которые для радио то же самое, что рейтинги Нилсона для Ти Ви, в конце каждого года выяснялось, что потратили больше денег, чем заработали. Мне объясняли, что рекламный бюджет рынка Бангера не столь велик, и пирог режется на слишком много кусков. И тогда у меня возникла идея. Напишу радиопьесу, решил я, вроде тех, что любил слушать с дедушкой в Дархэме, штат Мэн. Хэллоуинскую радиопьесу, чёрт побери. Я знал, разумеется, о знаменитой или позорной хэллоуинской адаптации «Войны миров», которую Орсон Уэллс сделал на Меркьюри Тиатре. Идея Орсона Уэллса, безусловно, гениальная идея, состояла в том, чтобы превратить классический роман Герберта Уэллса о вторжении марсиан на Землю в серию информационных выпусков и репортажей. Идея сработала. Сработала настолько блестяще, что страну охватила паника, и Уэллсу, Орсону, не Герберту. На следующей неделе пришлось извиняться перед радиослушателями. Готов спорить, извинялся он с улыбкой на лице. Знаю, что я улыбался бы, если бы довелось столь убедительно лгать. Я подумал. Что сработало для Орсона Уэллса, сработает и для меня. Вместо танцевальной музыки, с которой начиналась адаптация Уэллса, я намеревался начать свою пьесу с песни Теда Нюджента «Кошачья лихорадка». А потом в эфир вышел бы один из наших настоящих радиоведущих. Диджеями их уже никто не называет. «Это Джи-Джи Уэст, новости WKIT», скажет он. Я нахожусь в деловом центре Бангара, где более тысячи человек столпилось на Пикеринг-сквер, наблюдая, как большой серебристый дискообразный объект опускается на землю. Одну минутку, если я подниму микрофон, вы, возможно, все услышите сами. И пошло-поехало. Я мог бы использовать домашнюю студию для создания необходимых звуковых эффектов актеров местного муниципального театра. Но каков главный плюс? Самый главный плюс. Записанную пьесу мы могли продавать радиостанциям по всей стране. Так что прибыль, полагал я, и мой бухгалтер со мной согласился, пошла бы по статье доходы радиостанции, а не доходы от продажи литературного произведения. Таким образом, можно было компенсировать недостаток денег, получаемых от рекламы, и в конце года вывести наши радиостанции из зоны убытков. Идея написать радиопьесу захватила меня так же, как и возможность превратить наши радиостанции из убыточных в прибыльные, благодаря писательскому мастерству. И что из этого получилось? Я не смог этого сделать. Вот что. Как ни пытался, всё, что выходило из-под моего пера, вернее, появлялось на дисплее компьютера, звучало как повествование. Не пьеса, развитие действия которой легко рисуется в вашем воображении. Те, кто постарше, и помнит такие радиопрограммы, как «В тревожном ожидании» и «Дымящееся ружьё», понимают, о чём я. А наговорённая на плёнку книга. Уверен, с тем, что я написал, мы всё равно могли выйти на рынок и заработать какие-то деньги. Но я знал, что успеха эта пьеса иметь не могла. Она скучна, обманывает ожидания слушателей. Не получилась она у меня, и я не знаю, как её выправить. Радиопьесы, как мне представляется, утерянный жанр. Мы лишились способности видеть нашими ушами, которые не так уж давно обладали. Я же собственными ушами слышал по радио, как какой-то парень постукивал костяшками пальцев по полому куску дерева. И ясно, как божий день видел Мэтта Дилана в пыльных сапогах, подходившего к стойке бара в салуне «Лонг Бранч». Увы, те дни канули в лету. Писать пьесы в шекспировском стиле, комедии и трагедии, вырастающие из белого стиха, ещё один утерянный жанр. Люди пока ходят на студенческие постановки Гамлета и Короля Лира, но будем честны перед собой. Как вы думаете, сможет ли хоть одна из этих пьес составить конкуренцию передачи «Слабое звено» или сериалу «Сювайвер 5», прикованный к луне, даже если Гамлета сыграет Брэд Питт, Аполлония Джек Николсон? И хотя народ любит разгул страстей, бушующих Короле Лире или Макбете, от наслаждения неким жанром до способности сказать новое слово в этом жанре, дистанция огромного размера. Время от времени кто-то пытается поставить пьесу, написанную белым стихом, на Бродвее или рядом с ним. Все эти попытки неизменно проваливаются. Поэзия — неутерянный жанр. Поэзия чувствует себя даже лучше, чем раньше. Разумеется, привычная банда идиотов, как называли себя сотрудники журнала МЭД, никуда не делась. Это люди, путающие претенциозность с талантом. Но при этом достаточно и настоящих мастеров своего дела. Если вы мне не верите, загляните в литературные журналы или местный книжный магазин. На каждые шесть никудышных стихотворений вы найдете одно или два хороших. А это, уверяю вас, очень приличное соотношение пустой породы и полезного продукта. Рассказ — пока еще не утерянный жанр, но я готов спорить, что в сравнении с поэзией он стоит гораздо ближе к краю пропасти небытия. Продав свой первый рассказ в 1968 году, я уже слышал стоны по поводу неуклонного сокращения рынка. Дешевые журналы ушли, дайджесты уходили, еженедельные приложения, вроде Saturday Evening Post, умирали. За прошедшие годы я собственными глазами видел, как сужается рынок рассказов. Господи, благослови те маленькие журналы, где молодые писатели до сих пор могут публиковать рассказы, получая за это авторские экземпляры. Господи, благослови тех редакторов, которые до сих пор читают горы самотека, значительно увеличившиеся из-за страха, вызванного приходом нового тысячелетия. Господи, благослови тех издателей, которые еще дают зеленый свет антологиям новых рассказов, но Богу нет нужды проводить целый день, даже обеденный перерыв, благословляя этих людей. Хватит десяти или пятнадцати минут. Их мало, и с каждым годом становится все меньше. Журнала Story, трамплина для молодых писателей, включая меня, хотя на его страницах я практически не публиковался, уже не существует. Так же, как и журнала Amazing Stories, несмотря на регулярно повторяющиеся попытки оживить его. Интересные научно-фантастические журналы вроде Vertex закрылись, как и журналы, специализирующиеся на ужастиках, такие как Creepy и Eerie. Этих прекрасных периодических изданий давно уже нет. Время от времени кто-то пытается возобновить издания одного из них. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, такая попытка предпринимается в отношении Weird Tales. Практически все они заканчиваются неудачно. Как и в случае с пьесами, написанными белым стихом, не успеешь моргнуть, как открывшиеся журналы уже закрываются. Ушедшие вернуть невозможно. У потерянного есть свойство оставаться потерянным. Я из года в год продолжаю писать рассказы. Частично потому, что время от времени по-прежнему приходят идеи, отличные компактные идеи, на реализацию которых требуются три тысячи слов, а может девять, максимум пятнадцать. А частично, потому что это способ доказать как минимум себе, что я не исписался, что бы там ни говорили недоброжелательные критики. Рассказы — все та же штучная работа, аналог уникальных авторских экземпляров, которые можно купить только в магазине художественных изделий. Если у вас хватит терпения, и вы подождете, пока их сделают прямо при вас в подсобке. Но нет никаких причин, чтобы рассказы продавались теми же дедовскими методами только потому, что создаются они, как прежде. Нет причин утверждать, как это делают многие критики, что способ, каким продается творение писателя, может в какой-то степени бросить тень на само творение или ухудшить его качество. Здесь я говорю о большом рассказе, можно сказать, повести, катаясь на пуле, которую я продал самым необычным для себя способом, рассказе, иллюстрирующем многие из высказанных мною положений, утерянное не так-то легко вернуть, если что-то ушло в прошлое, значит ни в настоящем, ни в будущем в прежнем виде ему не место, но новые подходы к одному из аспектов писательства, коммерческому аспекту, иногда могут оживить весь процесс. Над пулей я работал, завершив, как писать книги, когда выздоравливал после автомобильной аварии и пребывал в весьма неважнецком состоянии. Творчество отвлекало меня от боли и продолжает отвлекать, действовало лучше любого болеутоляющего. История, которую я хотел рассказать, очень проста, в чём-то похожа на те истории, что иногда рассказывают воспитатели у костра в летнем лагере. Речь в ней идёт о человеке, остановившем попутную машину, за рулём которой сидел мертвец. Когда, работая над рассказом, я углублялся в нереальный мир своих фантазий, высокотехнологичные виртуальные компании росли как на дрожжах в таком же нереальном мире интернет-коммерции. Крепла убеждённость, что так называемые электронные книги несут в себе смерть обычным, с обложкой, с страницами, которые надо переворачивать руками, страницы эти ещё иногда и выпадали, если клей был слабым, а переплёт старым. В начале 2000 года огромный интерес вызвало эссе Артура Кларка, опубликованное только в киберпространстве. Оно оказалось исключительно коротким, как сестринский поцелуй, подумал я, когда первый раз прочитал его. Моё творение, когда я поставил последнюю точку, оказалось достаточно длинным. Сюзан Молдоу, мой редактор в Скрибнере, будучи фанатом секретных материалов, я забыл её агент Молдоу. Вы с этим справитесь. Как-то позвонила мне с подачи Вичинанцы и спросила, нет ли у меня чего-то такого, с чем можно попытаться выйти на электронный рынок. Я отослал ей пулю, и мы трое, Сюзан, Скрибнер и я, отметились в истории издательского дела. Несколько сотен тысяч человек скачали рассказ, и я заработал неприлично много денег. Только это ложь. Неприлично много денег заработать нельзя. Даже права на аудиокнигу принесли больше ста тысяч долларов, на удивление крупную сумму. Я хвалюсь? Раздуваю щёки? Пожалуй, да. Но я также говорю вам, что катаясь на пуле, чуть не довела меня до безумия. Обычно, если я попадал в зал отдыха аэропорта, остальные клиенты меня не замечали. Все они разговаривали по мобильникам или заключали сделки в баре. Меня это вполне устраивало. Изредка, сознаюсь, кто-то доподходил и просил расписаться на салфетке для его жены. «Жена», сообщал мне этот одетый в строгий костюм, вооружённый брифкейсом мужчина, «прочитала все ваши книги». Он, к сожалению, не одной. Он хотел, чтобы я знал и об этом. Слишком занят. Зато прочитал семь привычек людей, добившихся успеха. Надо торопиться, знаете ли, до первого инфаркта каких-то четыре года за оставшееся время необходимо обеспечить своё будущее. После того, как пулю опубликовали в виде интернет-книги с виртуальной обложкой, логотипом Скрибнера и всем остальным, покой мне только снится. В залах отдыха аэропортов меня сождала толпа. Даже в зале отдыха Антрака в Бостоне. Меня останавливали на улице. Я чуть ли не по три раза на день отказываюсь от участия в ток-шоу. Хотел выступить в Спрингере, но Джерри меня не пригласил. Одно из самых популярных и скандальных ток-шоу США, которые покупают телекомпании многих стран мира. Создатели ведущей шоу Джерри Спрингер. Я даже попал на обложку «Тайм». «Нью-Йорк Таймс» с важным видом отметила успех, катаясь на пуле, и предрекла неудачу моему следующему киберпроизведению — растению. «Святый Боже! Моя физиономия украсила первую страницу Уолл-Стрит-Джернал. По собственной неосторожности я стал важной персоной. Так что сводило меня с ума? Почему мне казалось, что я потерпел неудачу? Да потому, что до самого рассказа никому не было дела. Черт, да никто даже не задал вопрос о нем. И знаете, что я вам скажу? Это очень неплохой рассказ, если вас интересует мое мнение. Простой, но забавный. Выполняет свою работу. Если он заставит вас отвлечься от телевизора, а он заставит, как и остальные рассказы этого сборника, значит, я добился успеха. После появления пули в интернете все эти господа в галстуках хотели знать, как идут дела, как продается рассказ, как я мог объяснить им, что мне наплевать на цифры продаж, что для меня главное отклик, который нашел рассказ в сердцах читателей. Задел за живое? Оставил равнодушным? Шевельнулись ли волосы на затылке? Все-таки это одно из требований к качественному ужастику. Со временем до меня дошло, что передо мной еще одно свидетельство отступления жанра, еще один шаг по дороге, ведущий к полному его забвению. Есть что-то декадентское в появлении на обложке ведущего периодического издания только потому, что ты нашел альтернативный путь на рынок. Крайне неприятно сознавать, что твоих читателей прежде всего интересует новизна электронной упаковки, а не ее содержимое. Хочу ли я узнать, сколько читателей, скачавших, катаясь на пуле, прочитали, катаясь на поле? Нет. Думаю, что меня ждет сильное разочарование. Интернет-публикации могут стать, а могут и не стать, хитом будущего. Поверьте, мне это без разницы. Для меня это лишь еще один способ подстегнуть свое увлечение писательством. С тем, чтобы потом мои произведения увидело как можно больше людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok